Хочется сказать много и сразу, но, тем не менее, я постараюсь цениться. Кратце, в программологии, а потом в заключение рассказать о тех предлагаемых изменениях Конституции, якобы направленные на как были понятны укрепления то ли парламентаризма, то ли президентской системы власти, то ли укрепление судебной системы, то ли ее окончательной дискредитацией и решение о некем совещательном чиновнице Волгана, могли парламентаризм и предпределить деньги. Уважаемый участник круглого стола, как мы все знаем, в 2010 году произошло насильственное свершение макийской власти. Это было в принципе отекастовое незаконное действие. Ну, народ Конституции вынужден был войти на это, потому как обещания 24-го года, 25-го года по стороне парламентаризма не были исполнены. Вместо этого, вместо этого, те обещания, которые провели с конституционную реформу, демонтируя конституционную систему власти, они более укрепились и начали подразумеваться вопросы приемственности наследственной, наследственной приемственности власти, чуть ли подготовка Максима к президенту. В этот момент, конечно, система взбудовалась, хардовский народ поднялся и совершили относительное свершение. Я не извиняюсь, давайте мы прямо обойтись, потому что мы стоим, как вас знают, давайте конкретно по проекту заводим. Там была не эфира, была очень сложная политическая ситуация, и 14 человек, так называемые члены Ленинского правительства, взяли на себя ответственность разработать проект новой конституции, где мультируя конституционную систему власти, и они обрадовав конституционное совещание, в составе 75 человек, 19 мая на заседании временного правительства декретом утвердили данный проект и вывезли на референдум. Тогда, уважаемый президент Атамбаев, был членом временного проекта и последним членом, а фактически исполнял обязанности премьер-министра. Он тогда не увидел эти мины, и через 6 лет увидел эти мины, и теперь старается пойти на изменение конституции. Хотя, хоть я о ее разматывал, говорю, что это марафонит, в 2010 году через референдум Хрюжевская общественность договорилась до 2020 года не менять, постараться исполнять нормы, заложенные действующие конституции. Сейчас вдруг появляется острая потребность изменения конституции, и даже в тех предлагаемых поправках хотя бы какая-то была бы новенькая направленная на развитие этих демократических процентов. Как здесь, в принципе, выступающие тоже отмечали? Во-первых, вот начиная с введения высших ценностей, а потом дойдут в разделение, в совмещение полномочий, депутатов, премьеров, вице. Это производно от тех главных фундаментально базовых вещей, о которых идет речь. Введение высших ценностей, как любовь к родине, единственная суверенитет, территориальная целостность и повышение ответственности юридических лиц и граждан по соблюдению этих норм конституции, как любовь к родине, каждый из вас последующим в силу безработицы, в силу пострадавшей от действий чиновников, правоохранительных органов, выскажет какую-то критику, и руководители, обеспечивающие исполнение этих ценностей и норм конституции, будут иметь право каждого из вас посадить за то, что вы не любите родину, вы выступаете против суверенитета, либо за национальное единство. За ним, 41 статья, пункт 2, где говорится о гражданах Армельской Республики, что в случае нарушения прав граждан Армельской Республики в соответствии подписанными и ратифицированными соответствующим образом международными договорами, гражданин Кыргызстана имеет право обратиться этим международным органом. Эти международные органы – это не теоретический орган, это не ИГИЛ и никакое другое элегантивное. Это имеется в виду прежде всего ООН, ОБСР и Евразия, к которому мы тоже, подписав соглашение, вступили. Ну, 41 статья, пункт 2, идет в связке с 6-й базовой фундаментальной статьей Конституции, где говорится, что все передо мной договора, подписанные на офицированные соответствующим образом, являются частью правовой системы Армельской Республики. Тогда, если мы соответствуем и предлагаем этот предложение, благо убрали 41 статью, пункт 2, где права граждан Хармельской Республики параллельно через вот именно международные правовые нормы, общепризнанные, доказанные историей. После фашистской Германии, после 45-го года, человечество пришло, оказывается, права и свободы, каждого человека имеют высшую ценность, и они закрепили в этих международных правовых документах. И если мы не хотим соблюдать 41 статью, пункт 2, мы тогда должны убрать 6-ю статью Конституции и выйти из ООН, и пойти на самоизоляцию, как Северная Корея. Или как сейчас филипинский президент тоже угрожает, что мы выйдем из ООН, потому что филипинский президент тоже призвал граждан против наговорной цели, кто замешан там с наркотиками, и убивать без следствия. Правильно. Правильно. Без следствия. Правильно. Без следствия. Правильно. У вас просто никто не страдал от наркотиков. Это все. Это самое страшное угрозное. Давайте дадим за фонусы, да? Без следствия. Вы не нравитесь кому шалу. Вам подкинули, кто к вам, кто к вам пришел, вас купили, так хотели? Подкидывай. Просто не споткрут. Так, уважаемые коллеги, давайте не отходить от тела. Я вам прощаюсь, я вам прощаюсь, я вам прощаюсь, я вам прощаюсь. Хорошо. Теперь, дальше идет, дальше идет, вроде как, вот эти футболистальные вещи, мы сами стремились в 1994-м все вот эти договоренности разнофицировать. Если мы сейчас конструкцию убиваем и не хотим исполнять, соответственно, вы должны выходить из международных организаций, институтов, и оставаться самим собой во всем в этом сложном мире, и в случае возникновения даже в 2010-м году, тот же ООО. И те же международные организации приезжали, оказывали поддержку, чтобы ситуацию перевести в правовое поле. Дальше, очень коротко. Предлагаемые подлавки, конструкционную подлавку, перевести в разряд совещательного органа, лишив судейского статуса. В случае принятия, ну, президента же ООО, конечно, конструкционная палаца при принятии решения должен согласовывать, а можно ли ваше то или иное решение рассматривать по всему, как статус президента и депутата, вроде как бы от народа через выборы, а по конструкционной палаце сформировано имя. Ну, как Айур Анатольевна очень хорошо говорила, здесь мы идем на нарушение базовых принципов системы наделения властей и зерных противовесов. Во всем цивилизованном мире, где существует система наделения зерных противовесов, они балансируют друг друга и как раз таки принимают качественные решения, направленные в следующее на обеспечение права свободы граждан, в том числе экономики. Поэтому решение конструкционной палации судейского статуса, это вот я не знаю, в каком направлении, какая логика в этой реформе заложена, это всего лишь уничтожение судейского статуса и превращение в совещательный орган. Плюс под видом обеспечения ответственности судейской системы предлагается при совете судей введение дисциплинарной комиссии, состоящей под роль третьего представителя президента парламента и судейской системы. Ну это опять же, это дисциплинарная комиссия, состоящая даже из представителей уважаемого там президента парламента и судейского, это как раз будет тот орган, которым будет руководить судейская система. обеспечение эффективного правосудия, это совсем другие процедуры в условиях ограниченности времени, я об этом не могу сказать. Ну введение такой дисциплинарной комиссии, здесь и есть представители судейской системы железной, туда мы переводим всю шабашку, все решения и не надо будет сейчас вот какими-то сложными прослушками, другими вопросами решать те или иные нужные проблемы, вот именно олигархисты главного группы, которые сейчас сидят в фронтах, вот члены этой дисциплинарной комиссии все будет решаться. И поэтому здесь заседание, судебная реформа и вообще эффективное правосудие. И последнее, то что самое главное предлагается 86-й статье конституции, вот институт фондом доверия, не более одного рост, рада госпремьер-министр имеет право просить это, а доверие, убрать. Вот для подсвященных, которые знают внутренние механизмы, это означает, что премьер-министр, сейчас даже при всей этой зависимости и клоуновости парламента, все равно, в том, чтобы 80 голосов получить, вся, весь административный ресурс бегает за депутатом, чтобы они подписали и проголосовали. А при данном, не ограниченной возможности премьера, и если они с президентом тандема, премьер-министр, в своем предстоянии Джорджа Генш, в заявлении просто оставляет, в случае неутверждения того или иного решения, я прошу, доверяйте или не доверяйте, и все депутаты, как миники, я знаю, что если они вынесут решение, не доверяй, президент может их распустить, и, соответственно, остатки парламентаризма на этом уничтожаются. И вот, дружище говоря, там премьер-министр, вице-премьер, в случае потом отставки, сохраняя свое депутатское, это разрушение тех же принципов разделения парламентской, демократской, парламентской или президентской системы управления, это тоже отдельная, более длинная, аналитическая, скажем, работа за ответственность, я изменяю, я уже заканчиваю. И уж не говоря о том, что для обеспечения эффективной работы правительства, оказывается, нужно актива, либо руководителя военного госадминистрации дать возможность премьер-министра назначать, это тоже, опять же, введение путаницы, тогда как руководитель местной государственной администрации, если будет, как соответствует нормам госадминистрации, по предложению депутатов местных кинейшей, это как раз связка между государственной районной администрацией и местным самоуправлением, и если депутаты местных кинейшей предлагают, и потом, а кем он был предложен с ними взаимодействовать, и для того, чтобы, конечно, в итоге, чтобы местное самоуправление, связка представителям государственной власти, как вот Акимом, в гармоничном взаимодействии обеспечивать эффективное развитие местного сообщества, в Конституции была определенная логика, но, в принципе, если мы сейчас, кстати, даже возможно, с Акима назначать, по этой логикам мы должны, а его мы должны дать премьер-министру и президенту, чтобы вытекать быстрый. Все это было, поэтому я бы предлагаю, уважаемый, полгоментный шаршет, через 10, ну, как бы, представитель шабронников данного проекта. Давайте вернемся в 2007-го до конституции, там вся нормальная логика, президент имел право назначать «да» или «кверпил», ну, извинился, пригласили по Киеву и дальше будем жить.